Продолжим с темы, заявленной нашими коллегами. Вы смотрели сюжет о кибербезопасности, о том, что Google знает все, в том числе и секреты путинского ФСБ. Далее продолжим эту тему разговором с нашим собеседником. К нам присоединяется Руслан Болгов, эксперт по кибербезопасности. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединяетесь к нам. Руслан, мы видим, что Россия продолжает организовать информационные атаки против Украины и Европы. Какие ресурсы она для этого задействует и какие основные цели преследует? Самая главная цель – это информационная война, помимо всего прочего. Она самая масштабная на сегодняшний момент. Ну и, естественно, по возможности добить какими-нибудь атаками, вывести из строя инфраструктуру, добыть данные, информацию. То есть это самые главные ресурсы. То есть каким-либо способом в Первой мировой кибервойне сделать так, чтобы мы проиграли. То есть если у нас будет нарушено, будет информация, будет информационное, конкретное давление в нашу сторону, и люди начнут понимать то, что оказываются там правы, хотя, слава богу, у нас рациональное в своем роде мышление лучше, то это будет им, конечно же, на работу. Не забывайте то, что эта война идет очень давно, она идет довольно-таки целенаправленно, и на протяжении последних более восьми лет, как они любят говорить. В преддверии Мюнхенской конференции в структурах Google поделились тем, что такой информацией, что сейчас у вражеского ИПСО есть три основные ключевые цели. Можно конкретнее, может быть, подробнее рассказать об этом? Какие именно? Что входит в эти три цели? Ну, первое, это деструктив. Внести полный разрод между украинцами, чтобы мы между собой как можно больше ругались, поддерживали, не поддерживали. То есть все, что угодно, как в старом анекдоте, у Мойши дочка легкого поведения, так у Мойши же нету дочки. Но это уже его проблема. Все, вот это первое основное. Второе, нарушить полностью доверие к нам, наших зарубежных партнеров. То есть внести смуту, внести, опять же, информационные вбросы, дискредитация власти, недоверие власти и то, что мы не справляемся там чем-то и все не так однозначно. И для этого нарушить поставки определенных оружия, вещей, гуманитарных и так далее, чтобы наши партнеры нам не смогли помогать и подумали, что, опять же, не все так однозначно. Этого быть не должно. Ну и самое основное, это введение полностью, скажем так, выведение нас из строя основными нарративами, которые вносят полностью в том, что виноваты непосредственно мы, а не бункерный дед со своей рашей. Руслан, а вот можно на наглядных примерах последние ИПСО вспомнить? От общего перейдем к частному, чтобы наши зрители понимали, как это работает на прикладном уровне. Какие вот ИПСО запускались в последнее время и насколько они успешными были? Ну, самое большое ИПСО, которое мы каждый день слышим, это все пропало, летят большое количество ракет. Если мы помним, были очень большие количество вбросов о том, что там 100, 200, 300 ракет летит в нашу сторону. Завтра будет Армагеддон. Вы готовьтесь, зайдут все с каждой стороны. То есть мы уничтожим. Это разлетается по всем пабликам. То есть это такие масштабные вкиды, короткие вкиды. Например, когда начинает подгорать, очень сильно это ощущается. Я очень хорошо помню, было такое ИПСО, когда запустили сайт государственный, о чем было известно о том, чтобы после Буччи и все, кто выжили, рассказывали свои истории. То есть они официально у нас были анонсированы, была рассылка сообщения официальная. И на сайтах тоже это было. И тут же начали раскидывать такую информацию. Это все фейк, это мошенники. Не ведитесь на эту спам-атаку. Ничего там не пишите, потому что вы потеряете свои данные. Некоторым людям приходилось объяснять, что это официально сайт, на котором нужно рассказывать. То есть, когда ввели это в кит, было сразу понятно, насколько они боятся правды. То есть это вот такие маленькие вещи. Есть более глобальные, когда рассказывают на глобальную атаку. Есть более маленькие. То есть, когда вам вкидывают, например, то, что попало там в картическую инфраструктуру. Для чего там это делается, чтобы деструктировать определенную и дестабилизировать обстановку в определенном регионе. А Бог узнает информацию. У нас же люди любят рассказать. Нет, туда не попало. Там не было никогда там базы. А где эта база? Она переехала. А куда она переехала? А на таком-то адресе. То есть, почему нельзя писать, прилеты, рассказывать, что куда сделать. В каждой группе, начиная от масштабных пабликов и заканчивая узенькой, маленькой группкой какого-нибудь региона, находится какой-нибудь руснявый сволочь, который все расскажет и покажет. Мне кажется, это бот. Руслан, у нас очень много зрителей в Российской Федерации. В общем-то, для них в первую очередь мы и вещаем, и занимаемся контрпропагандой. Расскажите, пожалуйста, какие ИПСО Россия запускает внутри России? Ведь она же это делает для того, чтобы активизировать поддержку войны внутри самой Федерации. Это самые знаменитые вещи, о чем говорят. То есть, мы нацисты, мы фашисты, мы на запраке едим детей, заправляем это все кровью младенцев и так далее. Эти вот нарративы, насколько глупы и настолько же абсурды, что в них не просто начинают они верят, они этим начинают жить. Вы же знаете, что такое окно Овертона, и все приказы знают. Донести, в принципе, для них это нормально. Они считают, что для нас это нормально. Но никто из них, тех, кто рассказывает об этом, даже понятия не имеет, где находится Украина, и никогда не были на территории их границ, не то чтобы уже находиться внутри, чтобы увидеть своими глазами, что здесь в реальности происходит. Давайте так, все очень просто и банально, чтобы был простейший пример, о чем я всегда говорю. Гитлеру хватило всего 6 лет для того, чтобы внести в мозг своего народа то, что они величие, и они имеют право напасть на чужие страны. Хотя тоже начинается от освобождения. Путин же непосредственно промывал мозги на протяжении 20 лет. И 8 лет последние, уже 9 лет, точечно против Украины. То есть за все это время, если посмотреть их медиапространство, мы не найдем ни одной хорошей новости, позитивной, про Украину или украинцев. Вплоть до того, что где-то там ребенок родился нормально или еще что-то, вообще ничего. Поэтому здесь очень легко понять, если каждому человеку вливать каждый божий день, то, что война – это хорошо, то, что убивать – это хорошо, он рано или поздно в это поверит. А сейчас вы видите, как они это делают, начиная уже с молодежи. Мне понравился очень один нарратив, не знаю, кто сказал, но фраза хорошая. Бункерный герсть сейчас убивает двух зайцев одновременно. Он уничтожает электорат молодой, который может что-то подозревать и что-то сделать, отправляя его, мобилизировая на войну и тем же самым продлевая просто на какой-нибудь один-два день своего управления. Хотя он прекрасно понимает, что он скоро закончится. Руслан, хотелось бы еще о хакерах. И опять же, такая история очень неприятная, грязная, но о ней тоже нужно говорить. Вы видели, буквально вчера появилась информация о том, что спасатели из Российской Федерации, когда приехали разбирать завалы в Турции и вытягивают людей, выживших и нет, то вместе с людьми они еще и вытянули их сбережения. И вот около 100 тысяч долларов обнаружили у этих спасателей. То есть тут они освободители, а тут они спасатели. Но результат один и тот же. И в это же самое время была атака, была атака на, сейчас я вам процитирую, на веб-сайт НАТО. Он был недоступен всего несколько часов. И считается, что именно эта атака помешала усилиям по оказанию помощи. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то информация относительно санкций против хакеров? Какие-то списки, которые уже формируются в цивилизованном мире для того, чтобы те, кто еще не успел выехать из Российской Федерации, но с мозгами не могли их использовать на эту машину зла? Более конкретику я вам дать сейчас не могу. Но факт в том, что по этим людям и по этим компаниям, организациям работа ведется уже очень давно. Просто на сегодняшний момент открыли небольшую верхушку, чтобы люди понимали, что кибервойна, она есть, она существует. Есть реальное лицо у этой войны, чтобы они это понимали. Касательно непосредственно то, что Раша спасатели что-то себе присвоили, но у них это уже находится на генетическом уровне. Если мы вспомним все войны и все какие-то их спасательные операции, где-то кто-нибудь обязательно что-нибудь стырит. И третий вариант, что любая катастрофа, катаклизм в мире, где можно отвлечь внимание, непосредственно Федерация будет это использовать. То есть, о, смотри, а я здесь пока что-нибудь украду. То есть, они будут это делать. Опять же, если гламально взять, то же самое атаки. Отвлечение внимания природным катаклизмам дает возможность сделать то, что не понравится всем остальным. То есть, в данном случае, какую-нибудь атаку, какую-нибудь непосредственную, тоже и то вкинуть на этой же фоне. Опять же, на фоне трагедии, что происходило, когда закидывали, как украинцы, в некоторых пабликах. То есть, создали свой паблик, закидали туда большое количество информационного повода, что мы там все радуемся, счастливы, кричим, что так им всем и надо. И закинули это в массу, насколько мы твари. Этого критическим мышлением люди не поверят и никогда. Но там в это верят. Поэтому непосредственно тех людей, которые это все создают, непосредственно этих людей, которые пытаются нарушить наше киберпространство, информационное пространство, мы с этим боремся. Для людей, которые хотят к нам присоединиться, есть большое количество обучающего материала, которое мы можем предоставить. Есть люди, есть команды, которые есть в открытом доступе. Есть официальные каналы от нашей киберполиции, которые расскажут, как правильно бороться, как правильно защититься к себе в киберпространстве, если вы не можете по какой-либо причине пойти в ЗСУ. Вы не можете волонтерить или еще, но у вас есть интернет, и у вас есть компьютер, и вы можете просто набирать хотя бы что-то. Вы можете помогать в кибервойне и бороться с информационными вбросами. Информационная война, вы это можете помогать. То есть разоблачать непосредственно и атаковать. Атаковать также хакерские атаки с той стороны и приближать нашу победу. Спасибо вам большое за такую подробную информацию, за ваши широкие ответы. Спасибо за то, что включаетесь к нам на телеканал Freedom. Руслан Болгов, эксперт по кибербезопасности, был с нами на прямом включении. Хорошего вам дня.